МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. 32-е заседание Правительственного совета Республики Западная Армения. Памятник, посвященный Авроле Мардеганян и жертвам геноцида в Ереване. Баку выдвинул новое обвинение против захваченного военно-политического руководства Арцаха. Баку не сотрудничает с Восточной Армении по вопросу выяснения судеб пропавших без вести. Пресс-секретарь МИД. На пути к достижению справедливости судьба армянских заложников должна быть приоритетной. Обсуждение в Женеве. 30 сентября состоялось 32-е заседание Правительственного совета Республики Западная Армения. С приветственным словом выступила президент Республики Западной Армении Лития Маркусян. На заседании присутствовал президент Арменак Абрамян, отметив проделанные работы для организации научной конференции и концерта в Экс-Ампровансе, посвященному 155-летию Комитаса. Президент Арменак Абрамян подчеркнул важность сохранения культурного наследия Западной Армении, упомянул о выставке, на которой были представлены достижения армянской культуры, науки и истории. Госпожа Лития Маркусян отметила важность ордена Комитаса. В конце заседания господин Абрамян заявил, мы можем защитить наши права и представить реальность, с которой международное сообщество начинает считаться. В парке Музея Института Комитаса открылся памятник, посвященный Авроре Марди Ганян и жертвам совершенного против армян геноцида, инициированной гуманитарной инициативой Аврора. После церемонии открытия был показан анимационный документальный фильм «Рассвет Авроры». Аврора Марди Ганян, голливудская звезда и благотворительница, пережившая геноцид, вдохновила на создание инициативы Аврора. Автор памятника Веген Аветис отражает два периода жизни Марди Ганян. От ужасов геноцида до спасения в США. На церемонии открытия присутствовали многочисленные почетные гости, в том числе Нубар Афиан, архиепископ Тер-Хажак Парсамян и прочие. Была представлена последняя страница рукописи «Книга гуманитариев» из Матандарана, посвященная недавно открытому памятнику, которое будет выставлено до 7 октября 2024 года. Баку предъявил военно-политическому руководству Арцаха новое сфабрикованное обвинение, которое больше похоже на фарс. По словам генерального прокурора Азербайджана Кемрана Алиева, в числе предыдущих обвинений им также предъявлены обвинения в уничтожении памятников истории и культуры. Прокурор добавил, что все права задержанных якобы защищены. Каждый из них имеет несколько адвокатов и право на ознакомление с материалами дела. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела против 15 бывших представителей военно-политических руководителей Арцаха. В результате массовой военной агрессии Баку в сентябре 2023 года часть военно-политического руководства Арцаха была незаконно задержана и доставлена в Баку. Им предъявлены обвинения в терроризме, финансировании терроризма, создании вооруженных формирований и группировок, не предусмотренных законом проведения учений с целью терроризма. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Восточной Армении Анни Бадалян прокомментировала запрос «Радар Армении» относительно комментариев Баку о том, что Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести. Подчеркнув, Восточная Армения всегда была заинтересована в решении гуманитарных вопросов, в том числе выяснение судя пропавших без вести. Армянская сторона располагает данными о 1008 без вести пропавших. Запланированной на май 2024 года встреча между комиссиями двух сторон не состоялась из-за отказа Баку. В результате атак Баку множество армян было похищено. Однако, несмотря на доказательства, Баку не сотрудничает с международными правозащитными организациями. Документы, опубликованные в офисе ООН, подтверждают случаи захвата 24 армян в 2022 году. В Женеве состоялось обсуждение «Права человека в Баку. Судьба армянских заключенных», организованное Женевским офисом Организации христианской солидарности. Представитель организации Джол Вельткемп напомнила, Год назад насильственно перемещенное население Арцаха находилось на завершающей стадии. За последние три года взятие армян в заложники стало средством дестабилизации управления. В настоящее время десятки армян все еще содержатся в Баку. Участники обсуждения подчеркнули, судьба этих людей должна быть приоритетом на пути к справедливости. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!